Доброго времени суток, уважаемые друзья, зрители и гости нашего семейного канала Улетный Дачник. Прошло два месяца после последней нашей встречи и сейчас октябрь. Закончился творческий отпуск, было очень много как положительных событий, так и отрицательных, но об этом позже. Итак, возвращаемся в лето, 10 августа, тренировка молодых спортивных голубей на 106 километров. Здесь у нас туманные дожди, здесь у нас холодные рассветы, здесь на неизведанном пути ждут замысловатые сюжеты. Доброго времени суток, уважаемые друзья, зрители и гости нашего семейного канала. Это август, это Вологодчина и слова этих стихов, этой песни, это не просто слова, это реальность нашей местности, нашего августа, который происходит сейчас. Сейчас постоянные дожди, постоянные туманы и сегодня суббота и надо было выезжать в районе 6, но проснувшись увидел белое-белое покрывало тумана, которое накрыло всю нашу землю. Сейчас вроде просветлело, на часах около 11 и мы попытаемся выдвинуться на, наверное, уже последнюю тренировку этого сезона 2024 года с нашими молодыми голубями. А прилет, кто смотрит мои видео, то знает, что на той неделе мы провели тренировку на 60 километров, которая для наших голубей закончилась успешно. Голуби прилетали маленькими партиями, что очень похвально, мне это нравится, что птица сама пытается не в обществе, а расходится и сама пытается добраться до своего дома, где они родились. На следующий день в 5 часов прилетел голубь, тоже с тремя сезарями где-то был, и в общем в течение дня, следующего дня птица каким-то образом подлетала, тянулась, как говорят, и в принципе большая часть их добралась. Сейчас мы загрузим, все-таки мы все-таки проводим тренировку на 106 километров, это Макаров, Ярославская уже область, посетим сегодня наших соседей по области и соберем голубей. Почему провожу эту тренировку, потому что количество надо голубей, нужен отбор, как бы это грубо и жестоко не звучало, но на скачки лошадей тоже не берут всех, а то, как в анекдоте известно, поставь на меня, когда хромая лошадь просила на нее поставить, и уговорила, чтобы на нее поставили большую сумму денег, и когда пришла последняя, тот, кто на нее ставил, сказал, ну что ты, и она грустно, отпустив глаза, сказала, ну не смогла я. Ну, а у нас должны все смочь, все должны прилететь, а кто не прилетит, тот останется на трибунах природы, наблюдая за успехами своих братьев. Ну, собираем голубей, считаем обязательно голубей, сколько у нас осталось после той тренировки, а на той тренировке у нас было 27 голубей, которые ушли в корзину и были выпущены 60 километров, сейчас 106, и вперед. Ну, дорогие друзья, в садках находится в настоящий момент 23 спортивных голубей, если на той неделе мы выпускали 27, то нетрудно догадаться о незначительных потерях, которые идут у нас на время тренировки уже на дальнейшее и наше испытание. Весна у нас охраняет голубей, кстати, бойно гоняет, спортивных не трогает, почему-то не так на них реагирует, видать, уважает спорт. Ну и бойных тоже уважает, охраняет, так их не трогает. После того, как схватила голубя и унесла, он остался живой, бойный, коричневый, я вам его покажу, больше голубей не трогает. Выдвигаемся на 106 километров, надо заехать еще на заправку, путь будет длинный, долгий, и я надеюсь, мы с вами встретимся на стартовой площадке. Не, я надеюсь, я в этом уверен, не переключайте, будет интересно. Ну вот, дорогие друзья, садки стоят на исходных позициях, на позициях, с которых наши голуби идут на последний экзамен 106 километров в своей начальной карьере спортивного голубя. Сложная дистанция, далеко, это уже как бы такой рубеж последнего их экзамена в этом году, я надеюсь. Потому что птица начала линять, как я вам говорил, и надо ее протренировать, и чтобы остались самые сильные. Итак, вперед, сейчас посмотрим, сколько время. 13.36, и мы, так, вначале нижних откроем, и мы открываем. Все, пошли, пошли родные, кружатся традиционно, 106 километров. И многие голуби, наверное, все голуби, которые сейчас находятся в моем питомнике, эту точку проходили. Вот, и успешно проходили в том году, и вот она тоже дает такой хороший отбор голубей. И в том году осталось, по-моему, 12 голубей, не прилетело 20, по-моему. Ну вот, в этом году посмотрим, как это будет, и начинаем убирать наши садки и направляться в обратную дорогу. Какое-то время я к вам буду находиться спиной, вы меня извините. Садочки у нас пустые, нам еще надо ехать в магазин, за водой заехать, потому что у нас продолжаются выходные. И, соответственно, приобрести хорошего чая и печенье, чтобы отпраздновать окончание этого сезона. Все, собираемся, едем. Дверь уже в кадре присутствует, ректируется. Доброго времени суток, вот, неожиданно такая у нас случилась казус. Сегодня уже воскресенье, и вчера из всех 24 голубей не прилетел никто. Что-то происходит в воздухе, небо нас не принимает и забирает пока. Но все точки, которые голуби проходили, и в тот сезон, и позав тот сезон, это точки проверенные, и с них голуби удачно всегда возвращались. На настоящий момент сейчас 10 часов утра, ночью был сильный ливень. И абсолютно пока вот нет вариантов каких-то, что голуби у нас подлетят. Ну, надежда есть, надежда есть, что птица у нас из-под хороших, да, висточка? Без голубей пока, да, мы? Веса тоже у нас расстроена, ходит. Кстати, она стала в небо смотреть, когда буйные летают, и когда спорт летает. Все это нравится, она знает, что голуби это мои, и, соответственно, ее тоже. Вот будем ждать, будем что-то ждать. Все, как самое трудное в нашей работе ждать. Она знает, что я переживаю, появляется сейчас солнце, просветы. И, соответственно, надежда у нас есть и присутствует. Фух. Кто-то должен все равно быть. Кто-то должен быть все равно. Кто-то должен быть все равно. Прилетел, прилетел, ребят, первый. Да кого не ждешь, кого не ждешь, значит, будут подходить. Это вообще он есть. Фух. Сейчас я тебя накормлю. Вот у нас этот голубь боится еще зайти. Открою я ему, наверное... Наш чемпион. Есть, зашел. Давай, кушай. Давай, кушай, кушай. Пить не стал. Напился, видать, за ночь. Под ливнем он где-то сидел. Вот так. Вот так. Один есть. Значит, есть надежда. Вот так. Продолжение следует...